Так, ребята, всем привет! Вы, наверное, забыли, кто я. Если помните, то я очень удивлена, потому что полгода, шесть месяцев без какой-либо активности на ютубе. Я не знаю, нужно ли вообще мне оправдываться, но здесь дело не в олене, а, наверное, в какой-то мотивации. И, да, в этом видео я просто хочу вам рассказать, какие, наверное, планы, которые у меня есть на канал, вообще на какую-то мою активность, которая сейчас прям, не знаю, взлетела до небес с поступления в институт. Да, тем, что мне интересно, какие у меня, опять же, планы на видосы, на вас. Это такой небольшой, разнокомиссийный видос, у него нет, на самом деле, сценария почти, поэтому не ругайтесь, пожалуйста. Я сегодня не одна с Серёжечкой, я думаю, вы помните все Серёжечку, просто чтобы, если вы на меня сердитесь, то на Серёжечку вы не можете сердиться, потому что он не виноват. Я думаю, нужно начать с того, почему, почему, куда ты исчезла, что, тебе надоел ютуб, тебе, и можно ещё придумать много причин, но всё довольно просто. Я настолько сильно погрузилась в студенческую жизнь, в разные лекции, классные семинары, куда мы ходили, ещё много-много разных мероприятий с невероятными людьми, которые вдохновляют тебя, и ты... ну, это невозможно писать. Вот, и каждый день ты приходишь поздно, вечером валяешься с ног, и у меня просто не было энергии, элементарной энергии, потому что я настолько включилась в эту новую жизнь, я настолько стала по-другому себя вести, даже изменилась. То есть, многие говорят, своя новость, ну, там очень сильно изменилась, я думаю, ёлки-палки, ребята, мне страшно, почему я этого не замечаю? Вот, то есть, такие моменты. И, наверное, ещё проблема, как я уже сказала, была в некоторой мотивации, потому что я год, ну, год точно снимала именно игры про лошадей, а сейчас мне как бы игры, ну, вообще стали скучными, но я сделала такую поправочку, что иногда я всё-таки захожу навестить, посмотреть что да как, но без энтузиазма, и чаще всего это бывает минуту на две, то есть я зашла, чуть-чуть посмотрела, вышла, потому что мне стало скучно, вот, и видео про это точно снимать я не хочу. Поэтому, да, я, опять же, это настолько сумбурный видос, настолько тут, наверное, темы будут переплетаться, поэтому если вы практика, логика, у вас всё хорошо с вот этим именологическим простроением своей речи, то извините. Я ещё заболела, поэтому если у меня голос ужасный, и я, возможно, не слишком активная, то это как бы не я грустная, просто я заболела, поэтому, да. Но это даже не то, что заболела, в общем, всё хорошо, не проживайте. Колом, я говорила, о чём я говорила, как я обожаю, когда такое происходит, ха-ха-ха, про учёбу, нет, про что я говорила. О-о-о-о, Серёжа, может, ты помнишь, что я говорила. А, да, про то, что это сумбурный видос. Да, он точно сумбурный, но речь не про то, что он сумбурный. По поводу того, да, чтобы вся моя энергия уходила на разные мероприятия, и про это немножечко попозже я расскажу, про уже планы какие-то мои, на что я хочу делать, что мне сейчас очень интересно, что меня прям зажжает, вдохновляет. А, я вспомнила, про что я говорила! Короче, я целый год снимала летсплей, да, вот. И когда вот эти полгода, получается, я ничего не выкладывала, я понимала, что у меня вот внутри чё-то не хватает. Да, это именно вот такое ощущение, потому что ты целый год, когда раз в неделю стабильно делаешь видос, монтируешь, его выкладываешь, получаешь сразу же отдачу классную в виде ваших любимых комментариев. Вот, и это очень заряжает, то есть это как даже, возможно, такой наркотик, потому что к хорошему мы все очень быстро привыкаем, насколько мы все знаем. Вот, а когда этого нету, ты ощущаешь какую-то, наверное, потребность, в общем, опять получить то приятное у меня это в виде вашей отдачи. Вот, а если ты не делаешь видео, то отдачи нет, всё просто. Вот, но это всё равно как-то компенсировалось огромным количеством всего крутого, что происходило именно в университете моём. Если вы вдруг не знаете, о чём речь, то посмотрите прошлый видос, я там, по-моему, 20 минут говорила только о своём прекрасном университете. Но дело в том, что, да, я занималась монтажом, если, может быть, вы следили за моей такой жизнью в, возможно, Инстаграме, в ВКонтакте, в группах, не посвящённых каналу, не посвящённых Ютубу, вы, наверное, хотя я не знаю как, скорее всего вы не знали, что, да, я монтировала видео для канала христианской психологии людям, и там есть монтировала видео очень долго, я помню, мне там одна девушка наснимала два часа, вот, и скинула, мол, давай монтируй. Это, конечно, очень интересный опыт был, но это очень тяжело, потому что два часа чисто ты там его переделываешь раз пять, потому что что-то не хватает, что-то там вырезать, что-то подрезать, и, короче, я измоталась, и, то есть, монтаж был какой-то, то есть, я монтировала что-то, монтировала, но в центре был... была не я. То есть, я-то привыкла, что ты, как бы, снимаешь видос, ты в центре, ты царь, всё внимание на тебя. Ну, это, возможно, эгоистично, но это так и есть, то есть, когда ты привыкаешь к одному, и потом резко ты делаешь что-то другое, и причём ты делаешь это, возможно, не для того, чтобы как-то себя продвинуть, а для продвижения даже какой-то классной идеи, но всё равно ресурсов, точнее, энергии очень много ты тратишь, а получаешь ноль, вот. Поэтому меня тоже это немного как-то вымотало, вот, и мне, опять же, не хватало просто времени и ресурсов, вот, мне не хватало ресурсов, чтобы снять видос именно весёлый, чтобы он вам понравился, вот, и да, то есть, такая штука. Но у меня уже просто какая-то потребность, наверное, рассказать вам, потому что... о том, что происходит, потому что мне очень, возможно, неловко перед той большой аудиторией. Кстати, ребят, вас уже 17к, я не знаю, как, откуда вы берётесь. Ну, спасибо, что вы... что вы остаётесь со мной. Ну, это так ценно, на самом деле. Я иногда задумываюсь об этом, думаю, ёлки-палки, как мне повезло, как я счастлива вообще, что у меня есть такое большое количество людей, которых я как-то зацепила. Это очень греет моё эго. Ну, не выйдем об этом. То есть, у меня уже какая-то реально потребность рассказать вам, потому что это неловко, когда большое количество людей ждут, тебя спрашивают, что, где, как, а ты два месяца, точнее, даже не два, а пять, просто молчишь. Вот. И молчала я, потому что я просто не знала, что ответить. Потому что у меня не было чёткого ответа на те вопросы, которые вы мне задавали. Вот. Я надеюсь, что это видео хоть как-то прояснит вам. Так, ну ладно, это всё. Это оправдание. А теперь о главном. Какие у меня планы, возможно, идеи. Как вы поняли, я надеюсь, что я больше не хочу снимать видео про лошадок. Мне это не интересно. Мне это скучно, мягко говоря. Я именно про игры сейчас говорю. Я надеюсь, вы сейчас... Вот. Первая тема, которую я очень хочу, наверное, снять отдельный видос. И, да, мне сейчас... Вот я сейчас перечислю несколько тем. И вы будете... Я вас попрошу написать в комментариях, какая из этих тем вам больше нравится и на какую мне начать больше снимать видео или как-то вот... Понимать, в общем, что вам интереснее, в каком направлении мне двигаться и что мне снимать. Первая — это тема волонтёрства и добровольчества. Потому что к нам тут пришёл замечательный Павел Федосов, вам на видор. Наверное, это ни о чём не говорит, но это замечательный исполнитель, вот, который очень много занимается добровольчеством. То есть он со своими концертами ездит в хосписы, в больницы, показывает свои концерты и, в общем, радует людей. Вот, и мы организовали добровольческий театр, который называется «Близкие люди». Вы, возможно, если вы в группе или ещё как-то следите за мной, то вы, наверное, знаете... Наверное. Ну, теперь знаете про наш театр, что мы... Ну, в общем, мы уже выступали два раза с теневым театром и с... сказкой интерактивной. Вот. И это, на самом деле, огромный опыт, потому что... Так, мне сейчас главное не уйти в рассуждения. Давайте просто вот первая тема. Это тема волонтёрства, потому что мне есть реально что сказать. Мои переживания, мои мысли, потому что это что-то очень для меня новое было и очень необычное. Вот. Это первая тема. Вторая. Это буквально... Мама мне подкинула несколько дней назад мысль о том, что у нас лично... Ну, у нас в институте лично. Мне очень нравится, что мы проходим, предметы, которые мы проходим и темы, которые мы проходим. И очень много есть классных книг, которые я читаю, которые мне нравятся. Вот, например, одна из них замечательная. Этот человек является первым деканом нашего факультета психологии. Вот. Но сейчас уже другой. Подновесительный наш профессор является деканом. Но в чём смысл? Это книжка «Влюблённость», «Любовь», «Зависимость». О том, как эти состояния переходят одно в другое, как они... Ну, в общем, разница. И это очень интересная книга. И в чём была идея? Сделать обзоры на эти книги. И мне, наверное, кажется, что вам было бы очень интересно, допустим, если бы я сняла одно видео про влюблённость, второе про любовь, и третье про зависимость. И включила не только конспект краткий этой книги, потому что она очень классная. Там прям очень хорошо дана разверстка, что такое каждое из этих понятий, почему их нельзя путать. И это очень интересно. Просто эта тема, в принципе, очень интересная. Особенно мне в моём возрасте. И, в принципе, всем. И я хотела, помимо того, чтобы рассказать, о чём авторы пишут, ещё какие-то свои наблюдения, и то, что мы на лекциях, на парах записываем, потому что это такой невероятный материал. И ещё есть пара книг, но пока что я хочу с этой малышкой поработать. Я её уже прочитала. Заявляю вам, что это реально очень крутая вещь, и я надеюсь, что вам будет интересно. Делать именно такие обзоры. Книг ещё очень много, но, по-моему, это классная идея. Значит, волонтёрство, обзор на книги. И третья, наверное, вещь, которая мне прям последние два дня мне прям вот штырит, потому что это настолько круто. Для меня заново открылась ипотерапия. Что такое ипотерапия? То бишь, влечение лошадьми. Есть очень невероятная просто история, которая сейчас продолжается. Я не хочу вам пока все карты раскрывать, потому что так не делается. Но смысл в том, что я внезапно поняла, что ипотерапия — это невероятная вещь, потому что лошадь и ипотерапевт. Ну, то есть это, если вы всё ещё не поняли, это детишки с разными заболеваниями, с ДЦП, с аутизмом, с синдромом Дауна и так далее. Они проходят курс реабилитации на лошадях и реально вылечиваются. Очень много я уже для себя материалов узнала про эту тему. И для меня очень-очень важно было именно, что статусное отношение другое у лошади и у ипотерапевта. Потому что в конов спорте, например, ты, грубо говоря, это моё мнение, используешь коня, чтобы достичь каких-то успехов. Если говорить про высокий спорт, про соревнования, которые на мировом уровне. Вот, я про вот это. Не про НХ, потому что мы знаем, что НХ это замечательно, это супер просто. А про вот именно такой конный спорт, где железо, вот это всё. То есть кони выступает в качестве такого, скажем, средства, с помощью которого ты достигаешь своей цели. А здесь, в ипотерапии, вы как бы, не то что человек круче, чем лошади, и он, грубо говоря, не управляет, она его к победе несёт. А здесь это два равноценных объекта, которые совместной работой делают благое дело, и это и служение, потому что при помощи ипотерапии дети реально выздоравливают. Кто-то свои первые слова говорит именно лошади, кто-то после ипотерапии начинает ходить. Вот, но это очень тема огромная, её невозможно уместить в это видео. Но я как бы заявила про эту тему, то есть, вот, пока что их три. Волонтёрство, обзорная книги, касательно именно влюблённости пока что и любви, и зависимости, и ипотерапия. Вот. Такие три направления, мне очень хочется на них поделиться с вами, хотя я ещё не знаю, особого не имею опыта, но чем меня привлекла именно ипотерапия. потому что я внезапно поняла, что это сочетание того, на кого я сейчас учусь, то есть, это психология, это лошади, и это служение какое-то, и доброе, и благое дело, не только ради себя, чтобы деньги получить, а реально, чтобы помогать тем же самым детям. И то есть, это три вещи, которые мне в последнее время очень интересуют, и в какой-то момент они просто у меня сложились в одну картину, и я просто поняла, что блин, такое бывает вообще, почему это так здорово, что все, что тебе нравится, оно просто и на, бери, пользуйся, изучай. Вот. Я, по крайней мере, сейчас на таком уровне, что мне кажется, что это моё. Естественно, может быть, всё не так радужно, это практика покажет, но пока что я на таком уровне, что мне прям это очень интересно, очень нравится. Вот. Это такие темы три, которые пока что мне интересны, как я уже сказала, и напишите, пожалуйста, вы в комментариях, какая из них для вас интереснее и с чего, возможно, мне стоит начать. Вот. чтобы я понимала, что интересно вам. Вот. Но я всё равно хочу как-то, конечно, освещать это. Вот такие дела. Как-то я заболталась, конечно, видео, как обычно, полталась длинное. Но я надеюсь, что у вас всё в порядке, всё отлично. Вы просите меня, пожалуйста, что я заставляла вас переживать, думать, что всё, конец, видео больше не будет. Да-да-да-да-да-да. Вот. Так что спасибо вам большое, что вы были со мной, что вы не переставали верить в меня, писать даже мне какие-то сообщения. Мне это очень приятно, что вы помните, что Настя существует. Вот. И мы с Серёжечкой тоже очень сильно вам благодарны. И благодарим вас за просмотр. Наверное, возможно, за лайк, за подписку и за то, что вы потратили время своей жизни на это видео. Спасибо вам, ребята. Очень сильно вас любим. Обнимаем. Целуем. Пока. Продолжение следует...